приветствую друзья на в этом видео поиграем в картишки сейчас только натасую и вперед на ремонте сегодня два айфона 5s завалялись они у хозяина решил он их продать или пользоваться дальше не знаю хозяин барин наше дело их оживить сначала диагностируем на предмет живучести подключаем зарядку кабелек проверяем а вот такое мне показали эти айфоны ничего страшного вооружаемся инструментом айфоны разбираются легко для этого нужен торкс звездочка если не ошибаюсь размером 08 и мелкая отвертка крест откручиваем винты в нижней части корпуса половиним корпус можно воспользоваться пластиковой лопаткой чтобы не повредить корпус но при сноровке можно и так поддеть оттопырить один угол и все получится то главное не переборщить с усилиями не порвать шлейф и тем более что в айфонах они фиксируются всякими пластинами железячками от того айфоны и тяжелые такие на самом деле в отличие от каких-либо бюджетных android фонов сборка здесь очень качественная и надежная но тут надо думать ребята за такие деньги первый шлейф находится сразу под софт кнопкой он то и может порваться фиксируется он вот такой железячкой снимаем ее после этого разъем шлейфа доступен а можно его отсоединить мы уже близко к причине мертвого состояния зверька думаю многие из вас уже догадались в чем проблема шлейфы в верхней части также зафиксировано но их отключать мы не будем нам нужно снять аккумулятор кстати в этом айфоне аккумулятор уже менялся его шлейф также зафиксирован пластиной откручиваем винты снимаем ее отсоединяем разъем аккумулятора проверяем напряжение аккумулятора тестером на разъеме 3 пина крайние это плюсы и минус напряжение по силовым пинам вообще по нулям вот вам и причина дохлый аккумулятор но понятие дохлый тут не совсем подходит его просто-напросто отключила бмс то есть сама плата заряда на самом аккумуляторе чтобы он не ушел в глубокий разряд тем самым при попытке зарядить телефон контроллер заряда айфона вообще не подает на пробу на контакты поэтому мы получаем мертвый кирпич это нормально это практически на всех современных смартфонах и телефонах но это не проблема аккумулятора живить можно смысл это попробовать сделать есть если он визуально невздутый кстати это очень легко сделать с помощью вот таких специальных универсальных плат для реанимации аккумуляторов уже заказал себе одну такую есть два варианта мини и с большим количеством разъемов использовать их можно с обычной usb зарядкой просто подтыкаете сюда ком заряжайте его и оживляете кирпич очень полезная плата для сервисников и технарей кому частенько приходится ремкать мобилы очень советую ссылочки на все полезности как всегда будут в описании в том числе и на магазин запчастями для айфонов и аккумуляторы тоже на пока у нас нет такой платы вооружаемся иголками проволочками на самодельном лабораторнике выставляем 42 вольта ток крутим в ноль подрубаемся к пинам разъема соблюдая полярность добавляем ток в пределах 1 ампера скажем 0 8 ампер будет достаточно с часик заряжаем аккум проверяем его чтобы в процессе он не нагревался на втором айфоне аккумулятор родной приклеен намертво и при демонтаже высока вероятность его деформации то есть смысл это делать есть только при его замене поэтому восстанавливал его конечно же не снимая видим напряжение после зарядки за час уже 3 6 вольт этого достаточно чтобы мозги смартфона увидели акб подключаем акб обратно проверяем зарядкой и вуаля ожил наш кирпичик и со вторым тоже все ок собираем от себя как от специалиста с небольшим опытом в ремонте таких гаджетов добавлю что в таком случае все-таки лучше поменять аккумулятор на новый пусть даже на не оригинал который хотя бы год до отходит я связывался с владельцем тот будет продавать их соответственно и менять аккумуляторы в общем-то в таком случае нет смысла вкладываться а так просто-напросто во время хранения их нужно периодически заряжать чтобы не допустить отключения аккумулятора его же защитной платой вообще по-хорошему было бы протестировать аккумулятор а делаю я это обычно вот такой универсальной зарядкой это литокала 500 модель способная заряжать большинство однобаночных аккумуляторов просто проводками подключаю аккумулятор на контакты зарядки здесь есть тестовый режим после которого становится известна емкость аккумулятора еще есть вот такой вариант это популярная b6s вариант оси то есть от 220 вольт для зарядки многих аккумуляторов но это уже для многобаночных в том числе даже и больших свинцовых и даже автомобильных зарядка тоже очень помогает и часто выручает можно купить как в наших интернет-магазинах так и в алиэкспресс дешевле и с бесплатной доставкой кстати как раз на носу черная пятница и товары в алиэкспресс можно будет купить с неплохой скидкой так что спешите наполнять корзину ведь остался всего день до начала распродажи но самый простой вариант проверить аккумуляторы после восстановления включаете смартфон на следующий день и смотрите уровень заряда осталось сто процентов аккум еще живой а если вот так как моем случае все требуется замена аккумуляторов а на этом друзья все если считаете видео полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал врубайте колокольчик желаю всем удачи и пока субтитры сделал DimaTorzok